Продолжение следует... 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 Радикальная цистектомия в этой группе, как вы видите, данные были немножко пониже, однако тоже удовлетворительны. В лучевой терапии и монорежиме данные, конечно, были еще ниже. Какие критерии невозможности проведения радикальной цистектомии? Конечно, это общесоматический статус больного, то есть если есть какие-то выраженные сопутствующие заболевания, которые не позволят нам выполнить такую сложную и большую операцию. Невозможность выполнения радикального вмешательства. И, конечно, отказ пациента от предлагаемой радикальной цистектомии. Приведена таблица, в которой мы можем увидеть подразпределение пациентов и вычленение наилучшей модели пациентов для выполнения тримодальной терапии. Стандарты тримодальной терапии приведены на этом слайде. Вкратце скажу, что включают они в себя хирургическое лечение в объеме трансфертральной резекции стенки мочевого пузыря с опухолью, выполнение полихимиотерапии и выполнение дистанционной лучевой терапии до суммарной очаговой дозы 66 ГРЭИ с разовой дозой 2 ГРЭИ. В настоящее время не существует альтернативных схем полихимиотерапии в неводиуматном режиме, кроме комбинаций, основанных на базе препаратов платины. Однако проводятся клинические исследования, как международные, так и внутренние российские, по внедрению в рутинную практику ингибиторов PD-1 и PD-L1. Иммунотерапия может рассматриваться не только из-за успешного применения у больных с метастатическим поражением, но и из-за лучшей переносимости. По экономическим составляющим было проведено несколько исследований по изучению затрат на радикальную цистоктомию против выполнения тримодальной терапии. В Соединенных Штатах Америки доказали, что тримодальная терапия была более дорогая, нежели чем радикальная цистоктомия. Однако исследователи в Канаде доказали противоположное и установили, что тримодальная терапия экономически более эффективна. С чем это связано? Конечно же с разницей в административных расходах и с расходами на лекарственные препараты. В медицинском радиологическом научном центре имени Анатолия Федоровича Ацыба продолжается многоцентровое исследование второй фазы по оценке переносимости и эффективности тримодальной терапии у пациентов с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, которым невозможно выполнение радикальной цистоктомии. Дизайн исследования заключается в следующем. На первом этапе выполняется хирургическое лечение в объеме трансфертральной резекции стенки мочевого пузыря с видимой опухолью до мышечного слоя. На втором этапе проведение внутриартериальной полихимиотерапии по стандартной схеме цисплатин и гемцитабин. Выполняется три курса внутриартериальной химиотерапии. Далее выполняется конформная дистанционная лучевая терапия с разовой дозой 2 Грея и суммарной очаговой дозой до 66 Грея. На данном слайде вы можете увидеть аортографию и кровоснабжение непосредственно самого мочевого пузыря, как это выглядит при выполнении внутриартериальной химиотерапии. Здесь приведены примеры кровоснабжения мочевого пузыря при выполнении внутриартериальной химиотерапии. И мы можем увидеть, что очень хорошо видно даже мелкие сосуды, которые кровоснабжают опухоль. Тем самым это дает нам возможность суперселективно подвести химиопрепарат непосредственно к самой опухоли. Наши результаты. С 2019 года по настоящее время было включено всего 24 больных в данное исследование. Все больные имели категорию Т2, Т3, но Н0, М0. Средний возраст составил 67 лет и преимущественно это были лица мужского пола. По результатам лечения все пациенты наши завершили полный курс лечения. Прогрессирование мы зафиксировали в трех случаях. И следует обратить внимание, что два из этих случаев это категория Т3, в одном случае это категория Т2. И двое больных с категорией Т3 скончались по причине прогрессирования заболевания. Всем пациентам с прогрессированием заболевания была начата иммунотерапия. Какие преимущества внутриартериальной химиотерапии по сравнению с обычной? Плюсы. Это высокоселективное введение медикаментозных препаратов, питающих опухоль сосуды, под контролем рентген-хирургической установки. Высокая адсорбция препаратов непосредственно в тканях опухоли. Меньшее количество гематологических нежелательных явлений. Из минусов на сегодняшний день не разработано четкого алгоритма, не выявлены возможности региональной внутриартериальной химиотерапии и не сформирован четкий список показаний и противопоказаний к проведению непосредственно этой методики. Из выводов следует отметить, что показанием к дремодальной терапии является отказ пациента от радикальной цистектомии, невозможность проведения именно радикального хирургического лечения и невозможность проведения хирургического лечения из-за выраженных сопутствующих патологий. Лечение, основанное на сочетании трансуретральной резекции и химия-лучевого лечения в качестве органосохранной технологии, может рассматриваться как разумный вариант, но лишь у правильно отобранной когорты больных. Оптимальной моделью пациента, я уже приводил таблицу в начале, поэтому можно будет потом еще раз с ней ознакомиться, являются больные, у которых степень инвазии ПТ-2, нормальный показатель уровня ПСА, отрицательный результат мультифокальной биопсии предстательной железы и обязательным критерием является отсутствие карсиномы инситу. Спасибо за внимание. Продолжение следует...